Приветствую вас, давайте разберем текст, который вы написали. Вопрос про общение с бывшим гражданским мужем. Прожили семь с половиной лет, он завел любовницу и сообщил о своем уходе, жених бы на ней за три дня до росписи. Смотрите, во-первых, сам факт того, что вы прожили с человеком, которого вы называете гражданским мужем, семь с половиной лет и не создали с ним отношений, то есть не создали с ним семью, уже говорит о достаточно, по-видимому, проблемных отношениях между вами. Конечно, это могут быть не критичные проблемы, не такие, за которых вы, к примеру, могли бы ссориться ссориться и, допустим, конфликтовать. Но, совершенно очевидно, я надеюсь, что если за семь лет, что мужчина с вами был, а у него не появилось желание создать с вами семью, то в этом есть не так. А вы, получается, в какой-то степени соглашались на это, поддерживали его в этом и, в общем-то, чего-то ждали, чего-то, ну, на что-то надеяли. Вот. То есть, здесь важно понять, как получилось, что вы с человеком проживаете семь с половиной лет и не создаете с ним семью. Вот. Ну, гражданский муж, это, по факту, конечно, сожитель. Это не муж как таковой. Это сожитель. И, ну, лучше, конечно, называть вещи как-то вот своими именами, да, чтобы, я понимаю, это не всегда приятно, но лучше делать именно так. Лучше называть вещи все же своими именами, чтобы, по крайней мере, не обманывать себя, да, и не обманывать другого человека. Вот. Дальше. Значит. Он завел любовницу, сообщил о своем уходе и женитьбе, на ней за три дня до росписа. Ну, технически, конечно, да, он завел любовницу. Но, по факту, любовницу он мог бы завести только в том случае, если был бы женат на вас. Поскольку на вас он не был женат, то и любовницы у него, как таковой, к сожалению, тоже не было. Да, вы можете сказать, что он вам изменил, вы можете сказать, что человек вас обманывал. И, в принципе, вы будете правы. Вы будете правы в том, что он вас действительно обманывал. Но проблема здесь заключается в том, что он вас обманывал в том числе. Потому что что-то у него не клеилось с вами. Другой вопрос, что именно, да. То есть, у вас в отношениях что-то было не так. Вот. И да, поступил он, конечно, не самым лучшим образом. Вот. Но важно понимать, как вас это задело. Важно понимать, что сейчас вы чувствуете. Важно, важно это, это важно прожить. Для вас это необходимо. Для вас необходимо прожить это, то, что сейчас вы чувствуете. Вот. То есть, вот эту боль, которую вы ощущаете, ее очень важно прожить. Потому что она вас, ну, тянет назад. Да. Она не позволяет вам двигаться вперед-вперед. Дальше. Значит, поставив меня перед фактом. Сказал, что я, как женщина, его не интересую, любит меня как друга и хочет поддерживать со мной дружбу в сумасшествиях какого-то. Ну, вы, опять же, не понимаете, что происходит. Вы не отдаете себе отчет, почему так. Вы не отдаете себе отчет, какие ваши действия привели к таким последствиям негативным. Вот. Отсюда это называется вами самосшествие. То есть, через самосшествие вы пытаетесь защититься. Вы пытаетесь защититься, но по факту вы не извещаетесь, а только застреваете в этом состоянии своем. Дальше. У меня остались с ним незавершенные дела, поэтому вы найдете на милость с ним общаться и сдерживать себя, чтобы не послать его куда подальше. Ну, опять же, здесь, я бы сказал, есть трудность с личной ответственностью, потому что дела вроде как ваши, да, свои дела, у вас дела остались незавершенные с ним, но при этом вы находитесь в противоречии, что дела вроде бы незавершенные остались, вроде бы, но послать его хочется. То есть, получается, как бы, что обида, которая у вас есть, она по факту чуть ли не важнее, чем те дела. То есть, вы не считаете дела свои настолько важными, что, чтобы не общаться с человеком. Ну и плюс обида, конечно, тоже играет большую роль. Расписался ровно месяц назад, вдруг начал присылать мне на мессенджер картинки про глющевную любовь, высказывания про семью и так далее. Друзья такие точно не отправляют. Вот, знаете, почему-то хочется с вами спорить. То есть, почему-то вызывают ваш текст о сопротивлении. Может быть, своей категоричностью. Может быть, чем-то еще. Не знаю. Но почему-то хочется спорить с вами. Это, конечно, достаточно важный момент. Я думаю, что очень все похоже так, что мужчина прожил с вами 7 лет. Он привык к вам. Но вы не давали ему того, что нужно. Вот. Мы не давали ему того, что, собственно, что он хочет. Вот. И он находит другую девочку. Он находит другую женщину. Вот. Взаимодействует с ней. Взаимодействует с ней. Вступает с ней. В отношения. Ну и там не получает удовлетворение и пишет вам, вот опять, потому что привычка, потому что вот какой-то такой определенный аспект и потребности в вас в него есть, вот, ну это мне, по крайней мере, так видится. Я вот не пойму, зачем, он издевается или хочет мне намекнуть, что сожалеет о твоем уходе, я думаю, что он не знает сам. Или настолько чёртвый, что не понимает, что предпринят мне этими сообщениями боль. Спасибо за ответ. Ну вот, на пример боли, кратки, можно и нужно поисследовать. Что это за боль, из-за чего она, что собой представляет, вот, и, я думаю, пережив, прожив эту боль и скорректировал своё поведение и отношение, в том числе к себе, вы смогли бы найти наиболее приемлемый выход из данной ситуации. Хотя, безусловно, с этим мужчиной у вас уже что-то получится, вряд ли. Но, кто знает, кто знает, кто знает. На этом всё. Желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация до пациента. Ура.